В Вяземском районе с дошкольниками бесплатно занимаются логопеды и психологи. Центр ранней помощи «Перспектива» по собственной инициативе организовали сотрудники школы-интерната номер 12. В обычном детском своду квалифицированную помощь оказывают не всегда. Кроме того, часть детей приходит учиться в интернат. Таким образом, сохраняется преемственность. Репортаж Дарья Небора. Только цветы. Собери все цветы. Умница. Оставить на импровизированном дереве листья. Убрать только цветы. Два года назад на первом занятии для Ульяны Дурман это задание было невыполнимо. Сегодня шестилетний ребенок с аутистическим расстройством умеет фокусировать внимание на упражнении. Распознает цвета. Знает времена года и выполняет задание логопеда. Одно занятие длится 20-30 минут. После умственного труда обязательно расслабление в сухом бассейне или у аквариума с рыбами. В работе педагогу помогает родитель. В плане нашего садика мы ходили, нам не понравилось. То есть нету именно коррекционной группы, нет условий. Поэтому мы решили ходить сюда. Поведение исправилось. То есть она стала более себя контролировать. У нее появилась усидчивость, внимание. И она стала как-то в обществе себя по-другому вести. С детьми она стала общаться. Центр раннего развития «Перспектива» открылся три года назад на базе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья по инициативе работников учреждения. До этого психологи оказывали родителям выездные консультации в отдаленных селах Вяземского района. Сегодня в кабинете ранней помощи логопеды и психологи работают с детьми от нуля до семи лет. Именно в этом возрасте проще всего исправить дефекты речи у здоровых детей и начать реабилитацию детей с особенностями здоровья. Не обязательно, что дети приходят к нам потом в школу после окончания дошкольной образовательной организации. Есть дети, которые идут в обычную школу. Ведь простой пример. Ребенок не выговаривает букву «Л» и мама не знает, как ему помочь. С начала открытия Центра «Перспектива» помощь здесь получили около 200 детей. Ульяна Дурман будет посещать занятия еще год. После пойдет в первый класс школы-интерната. Дарья Небора, Виктор Казаров, Телеканал «Губерния».